Тюремная кухня. Рабочий день поваров в женской исправительной колонии номер 7 начинается в 2 часа ночи, чтобы накормить более 500 человек. Завтрак должен быть готов к 6 утра. Всего на кухне работает 11 человек. Журналистам позволили убить процесс приготовления обеда. В меню борщ, плов с говядиной и компот. Размер порции может посоревноваться с любым заведением общественного питания. Еду готовят сами заключенные. Благодаря четкому распределению обязанностей прием пищи начинается в положенное время. Приходим варим кашу. Пока каша варится, готовим все для супа. Картошка, мясо, поджарка. Суп второе. Потом потихонечку переходим на ужин. После каждого рабочего дня повару полагается выходной. Свободное от трудовремя женщины посвящают досугу. На территории колонии для этого созданы все условия. Кино. Читаем. Много делал всяких женщин. Пишем письма. Без ножей повара не обходится. Инструмент не острый, со сточным концом. В начале смены каждый нож закрепляется за определенным работником. В конце опасные приборы собирают и пересчитывают. Кухня разделена на несколько цехов. В одном нарезают хлеб, в другом чистят овощи. Есть специально оборудованное помещение для хранения молочных продуктов, мяса и рыбы. Те продукты, которые заводятся со склада, соответственно, они скоропортищие, мясо и рыба. Соответственно, они хранятся у нас в холодильниках. Так как нужно по требованиям соблюдать товарное соседство, соответственно, у нас есть вкусной холодильник и рыбный холодильник. Соответственно, в этом холодильнике мясо хранится. Хранится. Все замаркировано. Все в соответствии. Здесь у нас хранится рыба. Готовая еда попадает на стол лишь после того, как ее качество оценят заведующая кухни и медицинский сотрудник. Пища должна соответствовать нормам и быть вкусной. Затем в столовую устанавливают контрольную порцию. Именно такой набор должен получить каждый. Для тех, кто по медицинским показаниям не может питаться в общем порядке, существуют некоторые дополнения к рациону. Заключенную с длительным сроком отмечают, что стали кормить лучше. Давали кильку желтую, все проржавевшее. Сухая картошка. Сейчас очень хорошо кормят. Бывает картошка с подливой очень часто. Прозвищные обеды дают. Когда у кого-то день рождения, там дают прозвищный обед. Но намного лучше стали кормить. И в столовой стало вообще чистенько, хорошо. Раньше было очень грязно здесь. Я с 2000 года здесь сижу. Питаются заключенные не на средства государственного бюджета. В колонии у каждого есть своя работа. Из зарплаты ежедневно вычитается около 70 рублей на еду. Помимо столовой на территории есть магазин, в котором заключенные могут приобретать табачные изделия, фрукты, конфеты и многое другое. Ассортимент ничем не хуже любого городского магазина. А цены вполне приемлемые. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.